кризис как превратить кризис новые возможности ребята вот это сам по себе когда мы слышим о кризисе и так далее так далее недавно я где-то почитал что провели опрос 74 процент сотрудники любой организация несколько раз спрашивали среднем вывели что 74 процент сотрудники любой организации между собой говорят о кризисе они когда сами сидят 70 процент их не менее вокруг кризиса вокруг депрессивности сорок четыре процент сотрудника оказывая убеждений убеждений что нам тяжело сам интересный 86 процент бизнесмене убеждений что кризис будут действительно создать большие барьеры их бизнеса вы представьте 86 процент бизнесмене убеждений что изменение на рыночном условии и кризис это будут влиять на мой бизнес они сильно убеждены и это когда человек верит этому когда человек убеждает себя что это будут так соответственно как вы думаете что его ожидает это так и будет по-другому никак все с это начинается давай мне дальше я буду говорить есть слайды которые вы будете писать если эти которые не обязательно буду писать просто почитаем можем пройти договорились поехали кризис это примени сначала прежде чем понимать как кризис превращает возможность надо сначала четко осознавать что кризис это просто перемен это не смерть ребята это не уничтожение внимание обратите ребята сам по себе кризис это просто перемен примен что-то что значит примен в период кризиса то есть аллах начинает менять людей которому давал свое милиство не это как революция власть меняет как революция власть меняет кризис меняет игроков кризис реально менять игроков но кризис другой стране очень хорошо помогает есть в кризисе много-много плохого и много-много хорошего зависит от того на чего ты ищешь того и приобретаешь кризис например что делает кризис приведет в порядок какие-то надутые цены бывает на некоторых вещах например на недвижимость бывают на какие-то услуги бывают какие-то необоснованно надутые цены бывают непонятно откуда она появилась там непонятные цены какие-то уловили да то есть соответственно кризис полностью сокращает именно те непрофессиональные компании те компании которые можно непрофессионально вели бизнес потихонечку потихонечку он выводит их из рынок потому что они полностью можно сказать и сервис плохой и услуга плохая и качество плохая плохой продукт плохой сервис плохой услуга сейчас уже не катится придет кризиса правильно почему потому что уже люди начнут по-другому кризис лечит с другой стране на самом деле кризис лечит это перемен нужно понимать что в этом перемене какую позицию ты хочешь занимать либо некоторые люди потеряют бизнес они которые люди приобретают бизнес в период падения рынка вперед падение рынка и период рост рынка это это эта возможность зависит от того что ты ищешь что ты ищешь и наша задача с вами научиться как и здесь зарабатывать деньги и здесь зарабатывать деньги независимо от состояния рынка любой человек способен разбогатеть то есть любой бизнесмен который владеет знаниями владеть информациями и может адаптировать можно сказать свою стратегию потому что стратегия в этом периоде она другая стратегия в этом периоде она другая это разные стратегии надо уметь создавать гибрид объединенные стратегии надо уметь формировать новую стратегию вот об этом и мы будем очень много говорить сегодня и завтра и послезавтра поехали дай мне дальше вообще принять ситуацию в котором находитесь самый первый шаг сами первый шаг не игнорировать потому что в период кризиса люди начинают игнорировать это их не основная ошибка то есть как ранее успехи ранее достижение над делать людей слепыми я повторю то что они раньше добились то что они раньше достигли это делать их слепим они реально ослепивают то есть они начинают и говорят не зато у нас это из зато у нас тот они не видят что он они катится вниз они не видят свои слабые сторону они игнорируют если им говорят что делать так они годнуты же понятно это сам знаю и так они начинают очень поздно реагировать когда слишком поздно потому что сам природа человека такой зуб болеет пока пока сильно не болит не берете вини вне не пойдете стоматологу какой-то где-то чет пока один раз два раз колется ничего делим ну ладно поправляется нормализуется а вот когда нас загоняет в уголь здоровья потом мы идем к врачу похоже к этому идет вперед кризиса не игнорировать принимать принимать возможно есть обязательства возможность долги возможно есть внутри комп команда разногласия возможно есть между по клиентами между партнерами между поставщиками такие некие проблемы это все надо признавать самое главное надо осознавать что любой ситуация которая в кризисе есть который хуже сторону ухудшает ситуацию их не допускать чтобы их не допускать их надо признавать когда человек изменит свой характер когда признают свои ошибки согласны если человек не признают свои ошибки его тяжело обучать его очень трудно объяснить даже вы столкнулись когда-нибудь с людьми которые вы им хотите добро вы им говорит давай вот так лучше он начнет оправдываться а вы говорите давай вот так замка нет это не я вот тот и начнет обвинять других то же сами буду здесь поэтому если в кризисе мы хотим просветать то есть не потерять бизнес не потерять бизнес никому не обвинять надо начать принимать ситуацию просто осознавать и дети находишься если столги городов у меня столги надо это осознавать у меня с обязательств надо осознавать их признавать что если когда создавляете бухгалтерский баланс видите что активы и обязательства какие активы какие осознавать этого ваше эмоциональное состояние эмоция очень большой роль играет почему эмоция роль играет ребята потому что ваша эмоция создаёт атмосфера вашим организация если ваши люди видят что вы нервничать и ваши люди видят что вы паникуете вы заражаете их паниками уловили когда люди видят что вы потеряли уверенность они это замечают а теперь внимание обратите только что я сказал вам что 74 сказали 70 столько-то процент люди в организации ходят между собой и рассказывать про трудности жизни про кризисе про проблемы и внимание обратите а когда вы ходите если у вас эмоцион эмо эмоции не уверены или вы на стрессовом состоянии а как себя чувствует ваша команда они будут очень на так они вообще будут потерять уверенность дальше поэтому ваши эмоции я вам скажу так правую руку поднимем повторим за мной если тебе тяжело если совсем хреново улыбайся теперь внимание обратите вот совсем тяжело улыбайся я не грусти иначе смерть приближается смерть твою мечту на приближается смерть твоей надежды приближается ником случае ником случае в такой момент не поддавайся можно сказать стрессом эмоция наоборот изменить свою ему создавать внутреннюю эмоцию позитивную под потихонечку она надежду развивает искусственно управляйте собой не говорит что нету причин радоваться да найди причин не говорит что как я могу улыбаться с ними долги там со всех сторон долбит ну что зато долбит улыбайся недавно недавно кто-то мне сказал что недавно мне кто-то сказал что давлатов как что хорошего в долгах я сказать тебе скажу я был в долгу это было мыли стены аллаха ко мне и он говорит какой мыли стены столько унижения столько проблем я вот тебе не понимать этого это было мыли с не аллаха ко мне чтобы я научился зато я учился то то что раньше не умел зато я теперь знаю то то что раньше не знал ты понимаешь что такое если тебе действительно аллах готовит подарок он тебе его заворачивает проблема тебе надо просто его решать не убегать поэтому каждый раз когда чтобы не происходит вашей жизни улыбайтесь это мылость аллаха к вам а вы потом поймете но тот момент кажется трудным тот момент кажется сложным тот момент кажется что что как не хотел такого но это нормально это здорово даже но если ты осознаешь зато потом поймешь что блин как классно что тогда вот так зато сейчас как я это делает как я это умею делать как-то как научился я сижу недавно думал как хорошо что девяносто шесть пятом году я не мог учиться таджикистане а а тогда то это я был доволен нет я по ночам плакал молился и сказали аллах как это так я ветерол слезы чтобы никто не видели их мне было ужасно больно тогда но теперь я понимаю что это же было мыли стена аллаха если я учился тогда я не уехал без таджикистана я остался бы так там ну ладно закончили где-то ходили на работа зарплата получил бы сейчас 200 долларов и ходил бы домой представьте да но на самом деле так а тот момент а ты не понимаешь поэтому сознание человека ограничено я этим что хочу сказать у тебя тяжело тебе трудно радуйся потому что если грустишь смерть приближается смерть твоей надежды смерть твоей цели никогда не грустите даже ничего не получается вот с утра до вечера работали не получается садись скажи слава богу значит за это ждет чего-то великое мне надо искать это выход сидите думайте только о выходе и вы увидеть как это работает дальше поэтому в состоянии кризиса состоянии вот это само сейчас дальний момент дальний момент все люди все люди как минимум в день два три раза может быть 10 раз может быть сто раз кто-то думает как тяжело стало вы согласны а если внимательно послушали разговоры люди они сами говорят они они много говорят они говорят то что у них есть в голове они говорят кризис и представьте еще вечером не подошел после вечера бишкек один человек сказал я послушал одного эксперта он сам к на режиссоре чтобы мне нет их всех верить вот мне на одного эксперта 2016 год россия полностью распадает я говорю почему он говорит сыровая экономика закончилась олигарх не сыровая экономика то есть то что могли сырье покупать продавать покупать то есть копать продавать копать продавать она скоро эта экономика рухнет я его слушаю сам по себе думаю я ему сказал послушайте его сначала долго думал что как ему объяснить я ему сказал если россия полностью распадет я вот так сказал полюсу значит на 5 поколений мы тоже будут распадать так и будет потому что мы очень маленькие государстве и нас очень тяжело это нам легко разбить легко там потом ему сказал сыровая экономика который ты говоришь она ближайшие тысячи может быть пять тысяч лет еще не закончится он как почему его послушай население россия от объема населения земли составляет два процента теперь полезно покупаемость россия от объема полезно пока вместе земли земного шара составляет 41 процента вот почему американцы борются и мне ссср надо было им нужно было это что полезно покупаемость поэтому они борются пытается себе разобирать или куда-то чего-то забрать потому что ими они им тяжело они говорят это не справедливо два процента зрели володец 40 процент богатства они поэтому борются и вы внимание обратите как вы думаете вот эти люди везде еще в семьи газетах журналах везде говорят эти вещи что кризис очень сложно очень трудно экономика рухнут ну как вы думаете массовый народ этому начнет еще больше верить да но есть люди которые в период кризиса богате богате становится правда